Какие причины могут подталкивать человека попробовать наркотики или другие психоактивные вещества? Здесь не просто читают лекции, а в игровой форме. Будущим врачам предлагают их себе представить, чтобы в будущем они не возымели на них никакого действия. Большинство случаев это любопытство, подражание старшим и веяние неопределенной моды. Однако причина больше психологическая, чем внешнее, уверяют организаторы. Больше всех уязвимы подростки из неблагополучных семей, так как лишены родительского внимания. Да и с каждым годом наркомания омолаживается. Средний возраст потребителей психоактивных веществ от 17 до 35 лет. Главная мысль на тренинге – даже первая проба может вызвать сильнейшую зависимость. А далее она влечет за собой серьезные последствия. Человек, люди, которые больны, эти тяжелые болезни, какие вытекающие обстоятельства из этого могут быть. То есть это дети могут быть не полноценными, не ожидая цены, или другие люди, точно так же не могут заражать и не вести какой-то вред обществе. Все-таки они могут, хотя они могут и вылечиться от такой проблемы, как наркомания, но от спида, гипотита, они не смогли избавиться. Это тяжелые последствия всех этих энергетических веществ. В истории есть наглядный пример, когда наркозависимость стала национальной катастрофой – опиумная война. 19 век. Китай – одна из самых сильнейших держав. Однако в 70-х англичане взяли под контроль производство опиума и стали завозить его в Азию. Свыше 36 тысяч ящиков с психоактивными веществами в год. Подобные масштабы не снились ни одному из современных наркокортерей. К концу 1830-х годов его употребление прерывало характер национального бедствия, а хочет уявить даже регулярные войска, необходимые для поддержания порядка. Студенткам медицинского колледжа тренинг понравился. Девочки задавали интересующие вопросы, а также поделились своим отношением к нарковеществам и зависимых от них людей. Я считаю, что им должны помогать их близкие люди, как можно больше оказывать поддержку, как в материальном, так и в физическом, моральном плане. Я буду стараться как-то обходить таких людей стороной. В медицине они достаточно широко используются для ликвидации сильных болей. Применение только в таком случае и приветствуется наркотических веществ. Мероприятие очень интересное. Я узнала много полезного для себя, для своих родственников. Могу рассказать, поделиться с кем-то. Узнала, чем вредна наркотическая болезнь и что они могут из себя представлять. Больше полутора тысяч человек только по официальным данным числятся на учете в наркодиспансере. Поэтому необходимость в таких мероприятиях все еще есть уверенные организаторы, особенно ввиду набирающие обороты аптечной наркомании. Задача сегодняшняя моя заключается в том, чтобы на каких-то примерах, которые были очень печальны, на каких-то отрывках фильмов, показать им, какую нож они на себя берут и возлагать на своих родителей. Это тяжелые моменты, которые связаны с наркоманией. Единицы только могут спастись. Это очень долгий, очень кропотливый труд, чтобы вытащить человека, который погряз в этой проблеме. И чтобы не допускать такие вещи, не допускать по отношению к себе таких вот действий, мы проводим такие вот акции по борьбе с наркотиками. Такие акции в мемориале проводят ежегодно к Международному дню борьбы с наркоманией. Здесь подготовили целый комплекс мероприятий. Следующая встреча состоится в рамках профилактической беседы «Двери открыты для всех желающих». Хава Гайзикова, Магомед Дедигов, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин